Язык, на котором ты действуешь, подобрать, он, вот язык решения этой задачи, не такой, как этот. Опять же, кому интересно, значит, вот у меня на сайте лежит диссертация о вышайне, на которой изложено решение. Давайте дальше. Это был некоторый успех. Вот, а сейчас я последнее, что я расскажу, это чем мы занимаемся сейчас. Тоже довольно забавная штука. Знаете, что такое волновод? Хоть примерно. Знаете, что такое парциальные волны волновод? Вот представьте себе, что волновод это вот такая плоская труба, в которой бежит волна. И здесь, например, условие там, ныма. Значит, можно волну в волноводе представить, как две волны плоские, которые бежат одна так, одна так. И они вот как бы вот так переходят друг к другу, отражаются и переходят друг к другу. Понятно, да, Илья? Значит, важный момент. Вот угол, под которым идет парциальная волна. Мы занимаемся волнами, у которых угол почти перпендикулярен оси волновода. Когда он совсем перпендикулярен, это называется, мода находится в состоянии чистоты отсечки. Она перестает распространяться. Давайте дальше. Так вот, значит, моды в состоянии отсечки обладают совершенно удивительными свойствами. Например, представьте себе, что у вас есть труба. Вот это конец трубы, открытый конец. И вы кидаете моду, вот близкую к чистоте отсечки. Казалось бы, вот эта волна подойдет к торцу волновода и вся вывалится оттуда. Правильно? Ее ничего не удерживает. Вы будете удивлены. Коэффициент отражения минус один. Минус один. Это значит, что вся энергия отразилась от торца волновода. Понятно? Минус один это не значит, что вся энергия умножилась на минус один. Амплитуда умножилась. Энергия вся вернулась обратно. А сюда почти ничего не вышло. Ну, это простой вопрос, да? Второй вопрос. Теперь вы берете и говорите, вот у меня нет здесь открытого конца, у меня здесь есть труба. Но мы ставим стенку. И стенку мы можем сделать вот эту щель очень-очень маленькой. Значит, здесь полностью противоположная ситуация. Коэффициент отражения будет почти ноль, а прохождение почти один. То есть, смотрите, вот здесь волну ничего не удерживало, а здесь наоборот ее удерживает стенка. Несмотря на эту стенку, здесь почти вся волна проходит, а здесь почти вся волна отражается. Как вообще это понимать? Значит, это настолько хорошо, что после того, как мы делаем аналитические вычисления, очень непростые тоже, мы просто берем и делаем численную модель методом конечных элементов и проверяем. Это вообще правда или нет? Это правда. Понятно, да? И вот таких вот мы занимаемся сейчас похожими задачами. Мы, это я и там вот аспирант Корольков, который прятался на одной из крайних фотографий. У нас есть савтор, савтор тоже из Ленинграда, Сергей Александрович Назаров. Про Сергея Александровича я два дня назад узнал, что, знаете, по математике есть такая сеть МАСНЕТ. А очень хорошая. Там огромное количество статей, просто можно достать из нее. Вот на сайте МАСНЕТ, там среди русских математиков Сергей Александрович номер один по количеству публикаций, которые он написал. У него там их за 500. И номер 15 по цитируемости. Это, ну, невероятный результат. Это обалденный специалист по функциональному анализу. Это наука, которой у вас даже не было. У меня тоже. Вот. И, значит, мы с ним пишем вот статьи и без него тоже. Потому что у нас есть свои методы для этих задач, у него свои методы. И мы пытаемся разными методами одни и те же задачи решать. И последнее, что я бы хотел показать, просто чтобы вас развлечь, вот это настоящий математик. Настоящий математик, он представляет жизнь схематично, правильно? Вот. Я у него смог отобрать бумажку, где он писал план на сегодня. Ну, не на сегодня, а на какое-то такое старое сегодня. Когда мы приехали в Ленинград с Андреем, и Сергей Александрович планировал с нами встретиться. Вот это его план на день. Вот эти два человечка, это мы с Андреем. Угадайте, что это такое? Встать. Нет, это купить тройник. Вот. И я, конечно, не мог пройти Ленинград. Я у него эту вещь выбросил и приколол к себе над столом. Вот это мы с Андреем. В его картине мира. Вот это то, что я хотел вам рассказать, видимо, все про теорию дифракции. Я надеюсь, я вас развею. Но я не смог закончить за час. Извините. Все. Спасибо за внимание. Спасибо, Леонид Иванович. Может, какие-то вопросы? Все, хорошо. Сточку. Не, а с вами очень интересно. Пожалуйста. Ладно, спасибо еще раз. Выключайте. Спасибо.